Всем привет! Меня зовут Тамара, я преподаватель китайского языка с многолетним стажем и методист профильного класса CCN. Если вы учите китайский язык, то наверняка сталкивались с такими тремя страшными и непонятными буквами как HSK. Давайте в этом видео разберем, что же это такое и зачем нужно сдавать этот экзамен? HSK – это квалификационный экзамен по китайскому языку для иностранцев. Проще говоря, это стандартизированный тест, который могут сдать все иностранцы на уровень владения китайским языком. Зачем же нужно сдавать HSK? Во-первых, это отличная возможность проверить свой уровень знания китайского языка. Во-вторых, это может пригодиться при поступлении в китайские вузы, при поиске работы в Китае или других странах, а также для личного развития. Теперь о формате экзамена. В России HSK пока еще имеет 6 уровней, начиная от HSK 1 и заканчивая HSK 6. HSK 1 – это самый базовый и простой уровень экзамена, а HSK 6 – более продвинутый и сложный. Выбор уровня экзамена зависит от ваших целей и знаний китайского языка. Экзамен состоит из нескольких частей, однако все из них письменные – это аудирование, чтение и письмо. В зависимости от уровня сложности экзамена меняются и проходные баллы. В базовых экзаменах уровней HSK 1 и HSK 2 – это 120 баллов из 180 возможностей, а для экзаменов уровней HSK 3 и HSK 6 – это 180 баллов из 300. Кроме этого, от уровня экзамена зависит и его длительность. Базовые уровни HSK 1 и HSK 2 длятся 40-55 минут, а экзамены повышенного уровня сложности длятся от полутора часов до двух с половиной. В среднем в год экзамен проводится около четырех раз в специальных центрах. Если вы сейчас учитесь в 8-9 классе, но уже знаете, что хотите поступать в Китай на бакалавриар, мы можем вам порекомендовать наши профильные классы. Ребята за два года достигают уровня HSK 5, и это не просто красивые слова. Благодаря специальной методике, которую разрабатываем мы, методисты, можем точно сказать, что выучить Китайский за два года реально. По окончании профильного класса наши ученики показывают высокие результаты по китайскому языку. Это ЕГЭ по китайскому на высшие баллы, призовые первые места в Олимпиадах и сертификатические 4-5 на руках. Чтобы узнать больше о профильном классе и предвузовской подготовке, переходите по ссылке в описании и оставляйте заявку на консультацию. А мы переходим к основной части. Как готовиться к HSK? Ваш подход будет зависеть от вашего текущего уровня знаний китайского языка и уровня экзамена, который вы будете сдавать. Для начинающих HSK 1-2 фокусируйтесь на основах лексики, грамматики и базовых фразов. Для более продвинутых HSK 3-4 расширяйте словарный запас и тренируйтесь в чтении и письме. А для сдачи экзамена высшего уровня, это и HSK 5 и HSK 6, уделите внимание чтению и фразеологизмам. Используйте различные ресурсы, такие как проверенные учебники, онлайн-курсы, приложения для изучения китайского языка и, конечно, больше практикуйтесь с носителями. Кроме этого, чаще решайте пробные тесты, чтобы ознакомиться с форматом экзамену и структурой заданий. Важный совет – начните готовиться заранее и устанавливайте реальные сроки. Кроме этого, больше практикуйтесь в условиях реального экзамена, то есть решайте тесты на время. В заключении хочу добавить, что HSK – это отличная возможность доказать свой уровень владения китайским языком и достичь поставленных целей в обучении и карьере. Удачи в подготовке и успешной сдаче экзамена!